Продолжение следует... 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 И тоже у меня нужно протяжаться год, то есть успешно работать. Если я не прорву, то меня все заберут обратно. Я думаю, что же самое, только постараться пришлось побольше, чтобы пройти комиссию, чтобы защититься, чтобы убедить государство, что я могу это сделать. А вот у меня такой вопрос. Вы, когда маленько были, мечтали тоже стать предпринимателем? Да. И вот как вы стали, с чего начинали? Это же получилось. Я работала вообще все это время все равно в предпринимательстве, а потом решила самостоятельно выйти, причем вот так вот резко шагнула в неизвестность. Всегда знала, что все будет хорошо, и что наша вошла, тихонько все не пойдет. Побольше бы у нас такая молодежь в городе, которая вступает в неизвестность и становится предпринимателем. Ну вот в этом готовый день молодежи у нас была акция «Надорядку становись», которую проводили ученицы пятой школы, прошел... Вот так. Ой, третьей школы, да, точнее, третьей школы. Прошел настольный теннис, стринбол прошел, урок в городе, дискотека прошла. Что вы думаете, в следующем мы должны еще добавить в нем молодежи, чтобы пришел гораздо больше молодежи? Ну, во-первых, вот популяризировала день молодежи, как это все делается, что вот стоит переходить, что интересно там. Ну, вроде бы, осветили обе газеты наши, сайты города осветили. Ну, вот я говорю, раньше, просто не было, не каждый пошел, не знаю, что там будет. Думаю, можно было Олимпиаду какую-то привезти, тоже шуточную, интересную было. Именно современную, не кипятка молодежи. Давайте посмотрим сюжет про открытие водовода в городе Котяничо, которое состоялось в 1 июле. В 1 июле в Котяничо состоялся пуск в эксплуатацию водовода в рамках федеральной целевой программы уничтожения запасов химического оружия в Российской Федерации. Новый водовод позволит ликвидировать перебои с водоснабжением в городе, значительно улучшит качество питьевой воды и повысит надежность системы водоснабжения. Качество воды провели депутаты городской думы и личного города Лариса Моисеевна Даниловича. Ну, что, как вам вода попробовать сейчас вкусно? Вот, благодаря общественности нашего города у нас наконец-то состоялось открытие водовода из Шадеевщин. У нас теперь на все будут хватать питьевой воды. Правда, мы еще не знаем, пить и ванной или нет. Проверено, это интереснее, я не знаю. Нет, хорошая вода, потому что, насколько я знаю, хотели открывать, даже предпринимать или развивать бутылки эту воду. То есть, у нас качество высококринякового водя по чистоте. То есть, вот, как на самом деле, как в Кирееве стоят такие речки, да, где воду, ну, другу, вот такое можно будет здесь делать. Да, 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 да. То есть, такая же вода, да, хорошая, чисто. Поэтому это очень даже хорошо, что у нас категорически в Копер-Вене. Неплохо было, как на самом деле, вот, вызывали бы, вот, и все. Все говорят раньше, наши родители говорят, в советские времена, в всем городе стояли автоматы, захотел водички выпить. За пять копеек купил, а у нас такого нету. Еще бы автоматы такие же поставили, так, в советское время. Да. С пятил копеечкой. С пятил копеечкой, лимонад. С пятил водички. Ну, на самом деле, так на уровне прошло открытие от водовода. То есть, пришли достаточно серьезные люди. То есть, бывшие два города, действующего с Моисеем Даниловичем, Моржков Сергей Дмитриевичем. Серьезно, так хорошо. И, Моисеем ответил, что хорошо, что вот такие стали, какие-нибудь открываться, как фок наш, открылся. Потом, ну, вот, соответственно, сейчас вот вода, вот. И все делают вовремя. В эфире федеральный день, конечно. Кстати, все взяли пробу воды, поэтому вода определенно чистая. Это все хорошо, мол, пейте. Вот. Новую. Все воду пили, все вроде бы живы и здоровы. Вода проверена. Вот. Теперь давайте посмотрим нашу постоянную рубрику. Интересный человек. В этот раз у нас в рубрике Павел Валерьевич Едитов. Давайте посмотрим. Павел Валерьевич, тренер подзимнего биатлона, победитель российских и призер международных соревнований. С пятого класса увлекался лыжами. В шестом классе стал бронзовым призером чемпионата города. И в дальнейшем до окончания школы занимал первые места. Закончил военное училище, а служил в армии, но не перестал заниматься спортом. Затем стал работать в органах налоговой политики. Что вы можете сказать о Павле Едитове? Я люблю заниматься спортом, и поэтому хожу на тренировки к Павлу Валерьевичу Едитову. Он мастер спорта по зимнему полиатлону. Он победитель международных соревнований по зимнему полиатлону. И для меня большая честь ходить к нему на тренировки. Проходил вид спорта охотничий биатлон. Я выступил в Кирове, выиграл свой возраст. Мне предложили в составе сборной в Ижевске выступить на чемпионате России по биатлону. Вот это моя первая медаль российская. Мы стали чемпионами России в командной гонке в эстафете в Ижевске. Обыграли таких знаменитых соперников. Участвовал Кобелев Алексей, пятикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта по биатлону. Они заняли второе место, это ижевская команда. Затем я поехал на первый свой чемпионат мира. Это в России он проходил, в Манчегорске. Вот моя первая бронзовая медаль мирового уровня. Затем были еще различные выступления. Также тут медали есть первые, вторые места. Третье, это я ездил по своим ведомственным соревнованиям. Это лыжная гонка и зимняя двоеборья, где мы стреляем с пистолета и бежим гонки 15-10 километров. Это по силовым структурам. Значит, следующая моя медаль, это уже в Финляндии на Кубке мира. Это 2009-2010 год, значит. Я выиграл все российские соревнования в Республике Коми в Ухте. И как бы прошлогоднее мое достижение, это снова бронза на чемпионате мира, уже в Эстонии, на Кубке мира. То есть как бы последние такие соревнования у меня, последние годы проходят очень продуктивно. Нахожусь в хорошей форме и думаю, что еще много у меня впереди. Золото хочется на мире выиграть. К этому и есть стремление. Ну, в следующем году можно ждать этого завода? Как бы предполагать, можно предполагать, но как это все будет. То, что как бы если бы быть чистым профессиональным спортсменом, было бы полегче. А так как я все-таки служу в органах наркоконтроля, также занимаюсь тренерской деятельностью, приходится все это совмещать, находить время. Время, честно, не хватает. Что можете пожелать молодежи сейчас, особенно летом, чем заняться, как провести свободное время? Ну, спорт, он, конечно же, мне вот всю жизнь помогает спорт. Я бы не попал в такие органы служить и что-то бы такого не добился в жизни, если бы с детства не начал заниматься, потому что все закладывается с детства. То есть если ты, как говорится, не борец, то ты уже не заборешься после окончания школы. Это все закладывается, вся база движений в школьные твои годы. Поэтому должен уже, будучи в школе, определиться, найти свой вид спорта, интересный, который тебя привлекает, и как бы им заниматься. Вот, тем более сейчас уже пересматриваются отношения к нашей российской армии, хорошие зарплаты, органы полиции сейчас у нас стали очень хорошие, тоже заработная плата и все. То есть почему бы там не служить ребятам спортивным, подтянутым, получать нормальную заработную плату. Это очень интересно, я вот себя не представляю, как бы в другой сфере, чтобы я работал каким-то водителем или кем-то, это просто интересно. Это вот все, жизнь, движение, эти все виды спорта, все это вообще здорово. То есть движение – это жизнь. И как сказал Аристотель, ничто так, не убивает человека и не потупляет его, как его личное жизненное бездействие. То есть без движения ты ноль. Ну, что сказать про Павла Валерьевича? Он очень хороший, интересный человек. Дети любят ходить к нему на тренировку. Помимо того, что он спортсмен, он еще и учится, заканчивает институт. Также у него есть и своя семья уже, как два ребенка. И работает. Он как бы старается все замещать, все успевает. У него очень хороший успех. И он мастер спорта по зимнему полиатлону. И вот три раза был бронзовым призером мира. Кубка мира, да, по зимнему полиатлону. Очень хороший человек. И это как пример того, что если тебе нравится что-то, берись и делай это до конца, и всего можно добиться. Вот, все. Мне тоже кажется яркий показатель человека, когда поставил цель, и к ним пришел, добился результатов высоких. И еще к чему-то стремиться. И делал, 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 что-то интересная работа, спорт. У него все вместе. И везде результаты, и везде победы. Главное, что они останавливаются. Стараются все выше свою планку поднимать. Да, не то, что ты как-то не говоришь. Вот у меня возраст, я старый, хватит уже. То есть, по человеку там, молодости, души там вообще надо 20. Ага, душой молодым. Да. Давайте посмотрим еще один сюжет. 3 июля началась смена летним на ГУПД, это школы в лагере Вишкин. Хочется отметить, что приезжают со всей страны к нам Вишкин, даже с ближнего зарубежья. Всего в заезде 400 человек. Вы первый раз едете в Умыша? Нет, четвертый. Нет. Нет, второй. Нет. Третий. Нравится вам? Да. 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 Да, нравится. Что особенно в Вишкине нравится? Дискотеки, занятия, ну и друзья. 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 Ну, так, общение с друзьями и занятия. А в Вишкиле? Конкретно о Вишкиле магазин. Магазин? Да. Ну, а о самом лагере? В самом лагере я все помню. Там, нет, там друзей немного у меня, мы с классом постоянно ездим. Ой, что? Особо-то вспомните, ну, все по очереди вспоминается. А, вы откуда? Я из Кирова-Чепецка. Из Кирова. Из Екатеринбурга. Из Кирова. А теперь давайте посмотрим наш очередной опрос, который провели в нашем городе. Мы проводим опрос. А как вы считаете, пригоден ли наш пляж для отдыха котельничан? Дебушка, на пляже не было сто лет. Я думаю, что годен. Не знаю, это сказать, посмотреть, для всех котельничан пригоден. Я сам не местный. Нет. Не совсем. Что не нравится? Грязь не нравится, которую оставляет молодежь после СИП. А вы открыли свой купальный сезон? Конечно. Ну, я делал что-то не отсюда, так здесь не купался. А вот идем с пляжа. Да. Как вода? Чистая, грязная? Не особо чистая. То ли уж чистая, грязная она? Ага. Мне нравится, чисто. Средняя. Грязная. Ага, спасибо вам большое. Спасибо, Анна Сигена, что пришли к нам в гости. Очень приятно было вас видеть. Спасибо, что пригласили. Очень приятно было вас посетить. Ну, и на этом наш выпуск заканчивается. Ну, до свидания. До новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok